День Донских Товаров Театр, главная площадь и слияние Ростова и Нахичевани. Экскурсия по пролетарскому району Донской столицы. В этом здании ничего кроме театра никогда не было. И театр ни на один день не останавливал свою вообще деятельность. Демократическая программа биолончелиста Михаила Щербакова. Народный артист России отметил на сцене 70-летний юбилей. Сказал, играю на сцене, как будто ты дерешься и воруешь. Ветропарки на Дону начнут работать в 2019 году. Вырабатывать энергию из ветра будут сразу три компании – Роснано, Росатом и НЛ. Последняя выбрала для строительства станции Азовский район. Хотя исследования силы ветров и в разных районах области еще идут. Перспективы Донской ветроэнергетики, а также промышленности и агробизнеса обсудил экспертный совет по импортозамещению под руководством губернатора. Ветроэнергетика – совершенно новая отрасль донской экономики. При этом речь идет не только о производстве энергии из ветра, но и выпуске оборудования для этого. Производством мач планируют заняться краснокотельщики «Атомаш». Каждая мачта почти 100 метров в высоту лопасти по 64 метра. При реализации таких проектов нужно исключить любые угрозы экологии, подчеркивает губернатор. Необходимо оценить абсолютно все скурпулезные досконали. Любые угрозы экологии, угрозы природе, угрозы маршрутом перелета птицы и так далее и тому подобное. Вот тут нужно выключаться, не нужно ждать. Сейчас терять время не стоит. Ветры дадут электричество и тепло и домам, и предприятиям. На совете озвучено, по темпам роста донская промышленность заметно опережает среднероссийские показатели. За 9 месяцев плюс 15% против 2 по стране. И условия для инвесторов еще можно улучшить, снижая тарифы на присоединение к инженерным сетям. Я хотел бы видеть очень внятные действия министерств по созданию для этого условий. Я очень точно знаю, что есть примеры, когда люди посмотрели на наши тарифы, сказали, вы знаете, а вот вам сегодня не выгодно идти. К вам не выгодно идти, выгоднее прийти к соседям. Обсудил экспертный совет по импортозамещению и план работы АПК. Урожай зерновых рекордный, 13 миллионов тонн. На 17% больше прошлогоднего. Область обеспечивает себя мукой, крупами, хлебом, растительным маслом. Все больше производим сливочного масла, сыра, картофеля, а не хватает помидоров и огурцов зимой. Овощей из закрытого грунта мы производим только 5,7 килограмма на человека в год. Поэтому объем производства овощей из закрытого грунта необходимо увеличивать почти в три раза. В этом году в Тарасовском районе завершится первый этап строительства тепличного комплекса «Донская усадьба». Его площадь 15 гектаров. В начале следующего начнут строить теплицу в Октябрьском районе. И глава региона оставит задачу. Продукцию из этих теплиц должны видеть в первую очередь дончане. Сегодня очевидно выгоднее торговать в Москве. Ну, совершенно очевидно. Но подождите, вы в Ростовской области живете, ресурсами пользуетесь. Наши люди производят эту продукцию. Тогда дайте возможность нашим людям ее иметь. И Министерство сельского хозяйства, и департамент. Все остальные должны над этим просто задуматься. Продукты со знаком «Сделано на Дону» должны продаваться не только на ярмарках и магазинах шаговой доступности, но и в сетевых супермаркетах. В них Василий Голубев поручил проводить День донских товаров. И не реже, чем раз в три месяца. Анна Туполева, Мария Индрикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. О современной педагогике и духовно-нравственном воспитании детей в школе говорили на учительской конференции во время димитровских чтений. На нее собрали 500 преподавателей основ православной культуры со всей области. После пленарного заседания педагогам дали мастер-классы по работе с учебниками. В 190 образовательных организаций введены отдельные курсы. В 478 школах это отдельные модули. И в 647 организации, оценяяя по основному духовно-нравственной культуре народа России, включили в одноручную деятельность. Иными словами, определенные количественные показатели нам за это все лети достигнуты. Сюда, мне кажется, нужно приглашать не только учителей православной культуры, но и других учителей, которые, к сожалению, еще сейчас занимают атеистические позиции и учат этому детей. Учителям презентовали учебно-методический комплекс «Дон. Традиция. Культура». Также участники конференции рассмотрели программы дополнительных уроков духовно-нравственной культуры. В самом многонациональном районе Ростова три консульства, три театра и главная площадь, где устраивают основные праздничные гуляния. Это место, где два года два города подряд на Дону становятся одним. Следующий материал наша съемочная группа привезла из пресс-тура по Пролетарскому району. Этот малыш родился в одном из старейших роддомов Ростова. Роды в нем принимаются на 1925 года и на время Великой Отечественной не закрывали. А когда-то это был дом земледельца и скотопромышленника Лусигена Попова. В 2014-м здание капитально отремонтировали, вложив 215 миллионов рублей. И сейчас в роддоме номер два есть все современное оборудование. Начиная от недоношенных детей, там 500-граммовых и дальше, и выше, что называется. Родильный дом специализируется на приеме родов у женщин с иммунологическим конфликтом беременности. То есть резус отрицательный, резус конфликта по В0. Уже наработаны определенные методики лечения. И много лет мы являемся специализированным. Приезжают сюда мамы даже из соседних краев и республик. Планируется присоединить роддом к 6-й горбольнице, что позволит повысить доступность и качество высокопрофессиональной помощи. Кто на нем играл, к сожалению, история этого не сохранила. Потому что это пианино, оно бытовало на территории города Нахичевани-на-Дону. Бытовые вещи коренных жителей Нахичевани-на-Дону собрали в музее русско-армянской дружбы. Здесь рассказывают историю переселения армянской диаспоры на Дон из Крыма. Наглядно показывают быт и традиции. Музей разместили в старинном особняке купца Искидарова. На втором этаже постоянная экспозиция, на первом – выставочные залы. Мне очень нравится Марк Искидаров, он был деловым человеком. Парадные залы – это второй этаж, а первый этаж – это место для работы. И вот выставочный зал – это всегда место для постоянной научной работы. Именно на территории пролетарского района слились два города – Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону. Так что район получился действительно многонациональным. К тому же здесь работают три консульства – Армении, Белоруссии и Румынии. Вокруг нас века, а мы качуем, и друг из друга мы не ночуем. Я жалю себя, как вам слышу, пойдем вместе, подкрым и свечу. Нахичеванский городской театр открылся в 1899 году. Для открытия поставили комедию Льва Толстого «Плоды просвещения». Потом театр менял название восемь раз и стал молодежным. Уникальность нашего театра состоит в том, что в историческом здании, в театре с богатейшей историей, в этом театре когда-то вообще начинали любители театра, он был непрофессиональным. Но в этом здании ничего, кроме театра, никогда не было. И театр ни на один день не останавливал свою вообще деятельность. Это здание – памятник архитектуры федерального значения. Здесь две сцены, а гордость трупы – золотое фойе. Здесь проводят выставки, торжества, отмечают бенефисы. И хранят белоснежный рояль, которому больше 180 лет. Наш район в настоящий момент, можно сказать, это район, сплетенный из колорита национального, традиций исторических и предпринимательской активности. Активность эту развивают 57 предприятий, обрабатывающие промышленности, транспорта, торговли и два рынка. Евгения Слинкина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Юбилейный концерт к 70-летию народного артиста России прозвучал в Ростовской филармонии. Велончелист Михаил Чербаков исполнил симфоническим оркестром, как он сам ее назвал, демократическую программу, чтобы музыка понравилась всем. Концерт совмещает сольные пьесы и самые лучшие и сложные оркестровые соло из Увертюр. Действительно, юбилейную программу именинник не планировал. Начал с пьес Глазунова, Министрели и Испанская серенада. Мне эту оркестровку подарил выдающийся пилончелист Могилевский, который профессор консерватории был. Он ко мне очень хорошо относился, так сказать, меня воспитывал очень хорошо. И он мне подарил, и вот в память о нем я решил вспомнить эти две пьесы. Юбиляр вспомнил студенческие годы в Ленинградской консерватории. Говорит всему, что умеет, научился там. Сейчас преподает в Ростовской консерватории так, как преподавали ему. Продолжает традицию русско-советской и ленинградской струнных школ. И советы иногда дает провокационные, ломающие страхи юных музыкантов. Он сказал, играй на сцене, как будто ты дерешься и воруешь. Знаете, ну потому что сцена всегда лично у меня вызывала волнение. То есть я не получалось донести то, что я там в классе выучивал. Все, он мне это сказал, и как-то я стал более наглее себя чувствовать, конечно. Михаил Щербаков – концертмейстер группы виолончели Ростовского симфонического оркестра. В качестве солирующего музыканта побывал с гастролями в четырех десятках стран. В Соединенных Штатах Америки, Японии, Италии, Китая, Южной Африке. Жизнь длиною в музыку, и музыку длиною в жизнь проживает вместе с лучшим другом-дирижером. Говорят, вот у него хороший инструмент. Я всю жизнь говорю, инструмент сам не играет. У него хороший инструмент. Но играет-то он на нем. Даже если он будет играть, это каждого касается. Даже если играть на другом инструменте, скажем, более низкого качества, все равно остается манера, уровень владения инструментом. Воспитывался Михаил Щербаков в музыкальной семье. Его первый педагог – дедушка, известный в свое время музыкант и концертмейстер Азова-Черноморского оркестра. Он сделал все, чтобы внук получил высшее музыкальное образование. Евгения Слинкина, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин